Всем привет! Меня зовут Александр Пазуренко и в данном видео обзоре я хочу рассказать о программе FilterForge. При помощи данной программы можно создавать отличные текстуры на основе фильтров. На сайте разработчика доступна большая база готовых фильтров, либо вы можете создать свой уникальный фильтр. Собственно сейчас мы этим и займемся. Первое что сделаете это перейдите на сайт разработчика FilterForge.com Скачайте программу, она у вас будет доступна в качестве демо-версии 30 дней. Также вы можете посмотреть библиотеку фильтров и посмотреть работы, которые сделаны при помощи данной программы. Итак, после того как вы скачали и установили данную программу, приступаем к созданию своего собственного фильтра. Перед нами стоит такая задача на основе фотографии, но в данном случае это фотография камня, значит гранит и мрамор. Значит будем использовать три изображения, значит на основе данных изображений необходимо создать текстуры, бесшовные текстуры плитки. Открываем программу FilterForge и слева в верхней части мы видим какие-то уже готовые фильтры. Значит видим в нижней части, также слева видим настройки данных фильтров. Давайте создадим свой фильтр. Итак, для этого переходим в фильтр, New. Фильтр Editor представлен в виде нодовой системы, которая интуитивно понятна. И первый компонент, который мы видим, это Result. Результат. К нему мы и будем сводить все другие компоненты. В правой верхней части программы мы видим список компонентов, они у нас разбиты по категориям. Значит переходим в категорию Eternal и выбираем компонент Image и просто перетаскиваем его в фильтр Editor. На входе у нас будет изображение, поэтому мы и выбрали данный компонент. Далее переходим в категорию компонентам к Patterns и выбираем Tiles. Перетаскиваем в Material Editor. Свободное место. Далее нам необходимо будет связать данные компоненты между собой. Для этого выделяем компоненты Image. Тянем за стрелочку зеленую и связываем с компонентом Tiles. Далее выделяем компонент Tiles. И у него есть различные настройки. Мы можем задать ширину, пропорции плитки по ширине, пропорции по высоте. Можем регулировать шов, толщину шва, бевел, скос и так далее. Сейчас мы будем задавать какие-то значения для каждого параметра, компонент на Tiles. Первое, что сделаем, для параметра Motor, в данном случае это получается цвет шва, мы сейчас добавим компонент Noise. Итак, переходим к списку компонентов и выбираем категорию Noise. Далее выбираем Perlin Noise и перетаскиваем вот сюда. Так, теперь связываем компонент Perlin Noise. Присоединяем к Tiles, именно к параметру Motor. Так, теперь сделаем следующее. Выделяем этот компонент Perlin Noise и подредактируем некоторые параметры. Значит, параметр, который нас интересует, это параметр Scale. Если сейчас раскрыть превью данного компонента, то видно, что шум крупноватый. Итак, параметр Scale, давайте поставим минимальное значение, поставим Scale 0. Далее нам необходимо на входе задать цвет для шума и сделать это таким образом, чтобы мы могли в дальнейшем, когда уже фильтр будет готовый, изменять цвет самостоятельно, не заходя в редактирование фильтра. Значит, для этого переходим к компоненту Controls и выбираем Color Control. Так, перетащили данный компонент, фильтр-эдитер. Располагаем, как нам удобно данный компонент, выделяем его. Давайте сразу назовем данный компонент, а называться он будет следующим образом. Motor Color 1. То есть у нас как бы два будет варианта для Perlin Noise. Итак, называем. После того, как назвали компонент, давайте подредактируем цвет. Итак, в настройках Color Control заходим в Color и в Color Pickery выбираем следующее значение. Итак, канал Red, Green, Blue. Значит, Red 130, но в принципе везде по каждому каналу 130 ставим. И получаем вот такой вот серый цвет. Нажимаем ОК. Далее привязываем данный компонент к компоненту Perlin Noise, именно к параметру Noise. Далее копируем компонент Color Control правой кнопкой, Copy и вставляем Paste. Значит, здесь уже цвет меняем на абсолютно черный. Нажимаем ОК. И меняем название MotorColor 2. И связываем с компонентом Perlin Noise к параметру Background. Для удобства я размещу компоненты примерно вот таким вот образом. Так, теперь создаем компонент для параметра L-Range. Значит, данный параметр позволит нам сделать так, чтобы каждая плиточка была немножечко другого оттенка. Для того, чтобы вынести данный параметр в настройке уже готового фильтра, переходим к компоненту Controls и выбираем Slider Control. Перетаскиваем Filter Editor и связываем с параметром L-Range. Значит, выделяем Slider Control и параметр Value ставим 15. Название так и оставляем. Значит, оставили название L-Range. Теперь добавляем еще один Slider Control. И на этот раз привязываем его к параметру Motor Width. Значит, данный параметр поможет нам создавать толщину шва. Значит, также название оставляем. Единственное, что подредактируем параметр Value, поставим не 30, а 1. Так, далее добавляем еще один Slider Control и связываем с параметром B-L-Wiz. Так, Slider Control, значит, здесь значение Value ставим 5. Далее нас интересует параметр Row Shift. Значит, использование данного параметра позволит нам немножечко менять кладку плитки и сделать как бы небольшой сдвиг при необходимости. Так, значит, переходим к компоненту Controls и выбираем Checkbox Control. Перетаскиваем Filter Editor и связываем с параметром Row Shift. Значит, по умолчанию в данном компоненте у нас стоит галочка Значит, Check It. Давайте ее снимем. Кстати, если мы выделим сейчас компонент Tile, то можем уже на перевью увидеть результат. Затем выделяем компонент Checkbox Control и снимаем галочку и смотрим, что получается. Так, сняли галочку Check It. Теперь нас интересует параметр Repeat H и Repeat V. Использование данных параметров позволит нам менять пропорции плитки, делать, к примеру, ее не квадратной, а прямоугольной. Итак, переходим к компонентам Controls и добавляем и слайдер Control. Значит, данный компонент я связываю с параметром Repeat H. Значит, далее выделяю слайдер Control и редактирую параметры. Итак, параметр Value я ставлю значение 4. И параметр Max Value также ставлю 4. Теперь то же самое необходимо сделать для компонента Repeat V. Далее нас интересует параметр House. Итак, добавляем компонент слайдер Control. Связываем его с параметром House. Также отвечает данный параметр за сдвиг плитки. Так, выделяем слайдер Control и ставим значение Value, ставим 0. Теперь я рекомендую вам сделать следующее. Давайте сохраним наш фильтр. Нажимаем Save Filter. У вас должно было появиться окошечко, где вам предлагается назвать фильтр и сохранить его. Так как я уже сохранял фильтр, данного окошечка сейчас у нас не высвечивалось. А значит, данный фильтр сохранился и добавился в категорию «Мои фильтры». Значит, фильтр я назвал Tile from Image. Если сейчас посмотреть на превью, то мы видим стандартное изображение, которое применилось сейчас к нашему фильтру. Давайте загрузим нужное нам изображение. Итак, переходим в File, Open Image и загружаем, к примеру, текстуру мрамора. Смотрим, что получается. Итак, мы видим, что наша текстура мрамора нанеслась равномерно на все наши плитки. А нам необходимо сделать так, чтобы каждая плитка имела свой какой-то уникальный рисунок. Плюс есть некая цветастость присутствует на некоторых плитках. Давайте это сейчас подредактируем. Итак, переходим в Filter Editor. Значит, галочку оставляем по умолчанию Edit This Filter и нажимаем Open Filter Editor. Далее выбираем Component Tiles. И сейчас нас интересует параметр S-Range. Вот он и передает нам такую цветастость на некоторых плитках. Давайте данное значение, оно стоит 25 по умолчанию, поставим 0. Теперь нам необходимо сделать следующее. Есть такой параметр Fill Mode. Здесь выбираем Jumbo. Это позволит сделать то, о чем я говорил, чтобы каждая плитка имела у нас уникальный рисунок. Итак, можем сохранить фильтр. Нажимаем Save Filter. Теперь обновляется картинка и смотрим, что у нас получилось. Давайте попробуем использовать какое-то другое изображение. Я открываю другую текстуру. В данном случае текстура гранита. А значит, данную текстуру вы можете скачать с сайта CG Textures. И еще одно изображение. Видим, что в принципе неплохой результат. Значит, мы получили диффузную текстуру. Давайте попробуем создать текстуры для рельефа, для отражения и, к примеру, Normal Map. Значит, для этого мы переходим в Filter Editor. В компонентах переходим к категории Adjustment. И нас интересует компонент Threshold. Перетаскиваем его. Далее нам необходимо связать данный компонент с компонентом Tiles и результат. Но для этого сначала необходимо сделать следующее. Выделяем компонент результат и тип выбираем Surface. У нас потерялась связка данного компонента и компонента Tiles. Давайте ее восстановим. Итак, перетаскиваем стрелочку от компонента Tiles к компоненту результат, а именно к параметру Surface Color. Далее выделяем компонент Threshold и к нему присоединяем компонент Tiles. А присоединяем мы его к параметру Source. Теперь нам необходимо данный компонент связать непосредственно с компонентом результат. Перетаскиваем стрелочку и привязываем к параметру Height. Далее переходим к настройкам непосредственно компонента Threshold, порог. Переходим к компонентам Controls. Далее выбираем слайдер Control, перетаскиваем и связываем с параметром Threshold. Значит, параметр Вуаля ставим 60. Еще один компонент слайдер Control добавляем и связываем с параметром Smooth. И также задаем значение Вуаля 60. Далее для того, чтобы наша текстура имела свойство отражения, нам необходимо к компоненту результат добавить параметр Reflectivity. Значит, переходим к компонентам Adjustment и добавляем яркость и контраст. Brightness и контраст. Значит, редактируем расположение компонента примерно вот таким вот образом. Далее связываем компонент Threshold и яркость и контраст. Значит, стрелочку тянем к параметру Source. И от компонента Brightness и контраст мы перетаскиваем стрелочку к параметру Reflectivity компонента результат. А теперь нам необходимо сделать следующее. Подредактировать параметры компонента яркость и контраст. Значение яркости поставим 10, а контраста поставим 5. Далее нам необходимо выбрать освещение для нашей текстуры. Для этого переходим к компоненту результат. Выделяем под данным компонентом Filter Controls. В Settings мы видим все эти настройки, которые мы выводили при помощи Slide Control и других компонентов. Далее переходим к Lighting. Выбираем в менюшке Environment, выбираем Lobby. И редактируем параметры. Brightness ставим 150. Saturation ставим значение 5. И Surface High ставим 1. Сохраняем фильтр. Для этого внизу в правой части нажимаем Save Filter. Смотрим на результат. Теперь для того, чтобы увидеть дополнительные карты, в меню переходим в Filter, Render Map и выбираем, к примеру, Diffuse Map. Далее выбираем Bump Map, Normal Map, Specular. Все эти варианты карт мы можем сохранить отдельно. Создание фильтра мы закончили. Давайте перейдем к непосредственным настройкам, при помощи которых мы можем изменять уже нашу текстуру. Итак, к примеру, я хочу подредактировать карту Specular. Значит, в моем фильтре я перехожу к Settings и меня интересуют сейчас два параметра Smooth и Threshold. Итак, параметр Smooth я ставлю значение, ну, к примеру, 70. Стало немножечко светлее и параметр Threshold я ставлю, к примеру, 50. Для того, чтобы увидеть результат всех этих карт непосредственно на текстуре, переходим в Filter, Render Map и нажимаем Off. И видим и рельеф, свойства рельефа, и свойства отражения. Ну, мы можем как бы сохранить отдельно карты, как я уже говорил, Render Maps, Diffuse Map, Bump, Normal Specular. Давайте попробуем сохранить все эти карты отдельно. Откроем в Photoshop текстуру мрамора, сделаем ее квадратной. Выбираем инструмент Crop Tool, зажимаем Shift, обрезаем вот таким вот образом. Далее подредактируем размер изображения. Image, Image Size, значит, по ширине и по высоте поставим 2048 пикселей. Нажимаем ОК. Сохраняем изображение. Далее откроем непосредственно уже FilterForge. Итак, File, Open Image. И я выбираю текстуру. Далее, к примеру, я хочу подредактировать цвет шва. Для этого перехожу в Settings, Moto Core 2 и выбираю цвет темно-коричневый. Вы можете еще какие-то параметры изменить и посмотреть, как будет выглядеть данная текстура. Сейчас я сохраню все карты. Карту Diffuse, карту Bump, карту Normal и карту отражения для данного варианта плитки. Забыл про один параметр рассказать. Давайте перейдем в Filter Editor, Open Filter Editor. Выделяем компонент Tiles и параметр High Range. Если посмотреть на превью, он также отвечает за цветастость нашей плитки. Если регулировать High Range, то видно изменение цвета. По умолчанию стоит данный параметр 5. Давайте, наверное, поставим 0. Нажимаем Save Filter. Вот так значительно лучше. И теперь мы можем редактировать оттенок при помощи параметра L Range. Так, я оставляю параметр L Range по умолчанию, как мы и настроили, значение 15. Так как мы подредактировали немножко фильтр, нам необходимо снова вернуть шов на коричневый цвет. Итак, Motor Color 2. Я выбираю темно-коричневый. Нажимаю ОК. Далее, для того, чтобы сделать текстуру бесшовной, необходимо в Settings выбрать параметр Samuel Stallion. Поставить галочку. Также мы увидим, как текстура повторяется. И при необходимости можем что-то подредактировать. Так, теперь давайте сохраним уже отдельные карты. Итак, переходим в фильтр, Render Maps, Diffuse Map выбираем. Сохраняем диффузную карту. Далее, в нижней части программы нажимаем Save Image As. Называем текстуру, выбираем формат. Я выбрал JPEG. Нажимаем Сохранить. Далее выбираем качество. Качество 100% и нажимаем ОК. Происходит рендер изображения. Далее, сохраним текстуру рельефа. Фильтр, Render Maps, выбираем Bump Map. Подредактируем изображение. Итак, параметры Settings, Smooth. Поставим 70, к примеру. А Threshold поставим 80. И сохраняем изображение. Save Image As. Теперь создадим карту Normal. И также сохраняем. Далее, сохраним карту Specular. Trench Map. Она, в принципе, подойдет для отражения. Можно изменить параметры. Smooth поставим, к примеру, 50. А параметр Threshold поставим 70. Ну, даже не 70, наверное. Поставим 75 значение. И сохраняем изображение. Итак, после того, как я сохранил полученные карты, я в 3D Max сделал тестовую сцену. Поставил освещение. Я настроил материалы. И вот что у меня получилось. Имея уже готовый фильтр, мы можем буквально в несколько кликов создать новую текстуру. Итак, выделите свой фильтр. Далее, File, Open Image. Берем какую-то другую текстуру. В данном случае красный гранит. И получаем уже готовый результат. Можем изменить какие-то настройки. Давайте быстренько пробежимся по настройкам нашего фильтра. Итак, переходим в Settings. Параметр Motor Color 1 и Color 2 влияет на цвет шва. Параметр Bevel Width создает скос. Параметр House сделает хаотичный сдвиг. Параметр L-Range изменит оттенок каждой из плиток произвольно. Далее, параметр Motor Width влияет на толщину шва. Далее, параметр Smooth и Threshold. Мы их создали для настройки карт рельефа и карт отражения. Далее, параметр Repeat-H и Repeat-V позволит изменять пропорции плитки и делать не квадратную, а прямоугольную. Далее, параметр Row Shift позволит сделать сдвиг, смещение от центра одной плитки к центру другой плитки. Далее, параметр Size Pixels. Уменьшая данный параметр, мы сможем делать большее количество плиток на одной текстуре. Similar Styling, как я уже говорил, позволит сделать бесшовную текстуру, и мы можем увидеть, как повторяется плитка. Параметр Variation поможет сделать другую выборку и изменит рисунок каждой из плитки. Итак, поставленной задачи мы достигли. Создали несколько вариантов текстур при помощи программы FilterForge. Созданный фильтр поможет сэкономить уйму времени при создании подобных однотипных текстур. Безусловно, это не все возможности данной программы. Надеюсь, материал был вам полезен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин